Большой привет всем зрителям моего канала. Хочу отдельно поприветствовать людей, которые, девушек, я думаю, которые не так давно подписались на мой канал. Почему? Потому что я посмотрела статистику и поняла, что вот эти мои видео с работы, они просматриваются наиболее часто и наиболее регулярно. И подписчики приходят очень часто именно после этих видео с работы, поэтому, девчонки, если есть мальчишки, вам большой привет. Сейчас хочу показать по-быстренькому букет, который сейчас прям заберут уже через 15 минут. Я должна успеть вам его показать. Вот так выглядит этот букет, очень яркий женский букет. Тюльпаны вообще безумно быстро открываются. Побыл, наверное, он минуты три, он побыл сейчас в тепле, и они уже начали раскрываться. Вот, в общем, вот такой букет. Заказывали яркий букет для женщины. Здесь в центре брасика капуста, две гермини, розовенькая тоже гермини, это гербера обыкновенная, то есть большая гербера, хризантемка, маленькие кенийские розочки, зелень писташ и аспарагус. Вот этот вот яркий, крашеный, это аспарагус и, конечно же, вот они, тюльпаны, очень красивые тюльпаны. Смотрите, еще хотела показать, какой я сделала каркасик, такой новогодний, зимний каркасик, очень простой на самом деле. Вот на таком декоративном, ой, на таком вот рабочем каркасе, о котором я снимала видео, если интересно, я оставлю ссылочку на это видео, как делать этот каркас. В общем, вот на таком вот обычном рабочем каркасе загибаются края и вот такая войлочная лента, здесь примерно сантиметров, наверное, 50 ее уходит, просто на обычный горячий клей клеится к этой проволоке. Сверху я вот такую декоративную ленточку завязала тоже войлочную и приклеила тоже на горячий клей игрушки. Все. Делать такой каркас примерно минут, наверное, 10 максимум, ну 7-10, я думаю. Изнутри, конечно же, он выглядит не очень аккуратно, но этого все равно никому не будет видно. И снизу все забивается зеленью. Я думаю, что я наделаю таких каркасиков великое множество разного цвета. У нас, смотрите, вот эта войлочная лента, видите, есть вот таких вот цветов. В принципе, все их можно использовать для подобных каркасов. Единственное, что здесь как бы букеты такие собираться будут именно голова к голове, такие плотненькие. Воздушный букетик на таком каркасе, ну, не очень будет просто получаться. И мне кажется, органичнее здесь такой вот именно набитый букет. Попробую сделать сегодня, если получится, я вам покажу обязательно. Смотрите, вот такие композиции. Почему такой темный свет? Вот такие вот композиции из капусты, илекса, окрашенного аспарагуса и нобелеса-елки. Вот, они все примерно одинаковые. Разница лишь в том, что вот здесь, допустим, чуть-чуть побольше нобелеса, это вот этих вот веток. Так, и здесь она вообще получается такая самая богатая. Здесь три брасики, лизиантус беленький, вот этот вот очень размашисто аспарагус крашенный, и нобелес, все в разные стороны, он в таком низком кашпо, а эти вот в таких вот чуть-чуть повыше. В принципе, композиции похожи, и все это в санатории композиции недельки, чтобы они простояли неделю. Хочу показать вам еще вот такой вот красивенный мужской букет. Это для... Круглый букет, несмотря на то, что он для мужчин, он круглый. Чаще мы делаем вытянутые мужские букеты. Мне они нравятся чуть больше, чем круглые, но вот этот букет мне тоже очень нравится. Он из амарилиса красного, илекс, который у нас сейчас практически везде, эвкалипт, брасика тоже, которая практически везде, одноголовая хризантема, роза, и-и-и-и-и-и, и, по-моему, следующее, что я хочу вам показать, это вот такая композиция, тоже недельная, из илекса, хризантемки, филингрин, по-моему, сорт называется, и фаленопсис, это горшечный фаленопсис, который у нас остался от свадьбы, и я решила использовать его в композицию. Мне на самом деле безумно нравится, как смотрятся орхидеи, вот эти вот именно фаленопсисы, в обычных композициях в оазисе. Вот так композиция смотрится издалека, из зелени здесь, кстати, да, я не сказала, пистыш, и все. Все, в общем, я собираюсь домой, как вы видите, да, я закрываю салон, и сейчас по-быстренькому покажу вам, что же интересного сегодня еще было, и сделано. Во-первых, я сделала букет, помните, который, каркасы, которые я вам показывала, с игрушками елочными, вот, я сделала букет, я сейчас зашла в холодильник. Итак, вот, этот букетик, в общем, он, как вы видите, здесь снизу подбит елочкой, тоже войлочной ленточкой, такой же, как на каркасе, вместо ленты обычный, завернут, да, вот такая вот у него цена, огроменная, вот, здесь хризантема, капуста, солидага слипаны, и розочка такая, она приходила на свадьбу и осталась, вот, такой очень мужской букет, здесь просто илекс, и гвоздика, и немножечко, упаковки снизу, ну, прям совсем чуть-чуть, возможно, не хватает даже объема внизу, так, ну, все, в холодильнике больше ничего интересного нету, сейчас я вам покажу еще наш второй холодильник, страдали, не помню, девчонки, рассказывала я об этом или нет, но этот холодильник мы заказали, как бы, хотели сделать второй витрину, точнее, не второй витрину, а именно витрину, где были бы только букеты, чтобы человек мог зайти и купить сразу же цветы, которые он хочет, но у нас здесь, смотрите, какая температура, у нас уже три раза приходил человек чинить этот холодильник, и все безрезультатно, о, ну, сейчас еще 14 градусов, была 17 градусов здесь температура, то есть здесь хранить живые цветы просто нельзя, и так, вот такую вот елку я сделала, ну, как бы, вот это, вот эти композиции делала не я, а вот эту елочку сделала я, она, ну, как бы, обычная получается в губке, Нобелес в губке, и украшен шариками, я, кстати, взяла домой уже, купила, вот, красный илекс, вот этот вот, который в елочке торчит, Нобелес сам, еще кое-что, хочу снять дома, вот, завтра или послезавтра, ну, как мастер-класс, да, как сделать дом елочку с мандаринами, вот, надеюсь, что я это сниму, еще хочу показать вам вот такое чудо, которое я сейчас забираю домой, а почему я это делаю, так, это мой, говорю, мазачок, почему я это делаю, потому что, в общем, это была, была композиция в санатории, которую я показываю обычно по воскресеньям, вот, я, по-моему, не показывала, но, в общем, на прошлой неделе я делала вот такую вот елку, и она, собственно, как бы не испортилась, сегодня вернули назад ее, ну, как привезли, да, чтобы поменять, вот, и она в прекрасном состоянии, ну, как бы это не елка, это какая-то чубака, такая непонятная. Я заканчиваю съемки видео, я уже стою у дверей, собираюсь уходить домой, спасибо вам большое за просмотр, спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, мне очень-очень приятно, еще раз огромное всем спасибо, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok